Северная Дакота 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 подумал над ней. Как правило, поделки делают люди, которые хотят попасть в новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такую сложность невозможно создать человеческими руками. Даже невозможно подумать, что человеческий разум способен на это. На такие рисунки способна только более высшая сила, которая обучает нас и хочет сделать человека более разумным, более правильным в своих действиях. Некоторые эксперты решили окончательно доказать неискусственное происхождение рисунков в полях. При более внимательном изучении аномалии в Англии было обнаружено, что колосья лежат строго параллельно внешней границе кругов. И не только примяты, но и закручены. Причем некоторые ряды закручены по часовой стрелке, а другие против. При помощи обыкновенной доски и веревки человек не может сотворить нечто подобное. Для этого необходимы другие инструменты. Но самое невероятное, что ни один из стеблей не был поломан. Какая-то сила просто аккуратно пригнула их к земле. Но при этом имелись небольшие разрывы волокон. Однако исследователи обнаружили еще одно необычное явление. Среди колосьев было обнаружено множество мелких расплавленных металлических частиц размером от 20 до 30 микрон. Причем они обладали устойчивым радиационным фоном. Эта область была проверена на радиацию. Я сам присутствовал при этом. Ко мне поступали все результаты этих измерений. Причем мы брали пробу в двух точках. На поверхности почвы и еще внутри самих кругов, где трава. Специалисты были просто шокированы. Уровень радиации внутри этого круга в 10 раз превышает норму. Осмотрев множество подобных полей с кругами, исследователи убедились в их полной идентичности. Они составили подробный перечень характерных признаков, а круги, которые их содержат в полном объеме, назвали аутентичными, то есть подлинными. И это значит, что они созданы не человеком. Некоторые ученые уверены, причину нужно искать в естественных природных явлениях. Они обратили внимание на то, что рисунки образуются в местах, где существуют грунтовые реки. По их теории, движущуюся воду можно рассматривать в качестве своеобразного генератора, который способствует созданию статического поля. Именно оно могло воздействовать на колосья, пригибая их к земле в определенном порядке. Те ученые, которые стараются подвести базу такую научную, ограниченную под эти круги, они просто не могут или не знают, или не хотят воспринимать ту информацию, которая еще лежит внутри. Но скептики такого научного подхода приводят свои доказательства. В 1995 году в английских газетах появилось интервью Оливии Киттон. Женщина рассказала журналистам историю, которая произошла с ней 14 лет назад. Именно тогда девушка стала свидетелем необычного явления. В ночном небе она увидела светящуюся точку, которая очень быстро увеличивалась в размерах, а затем распалась на две части. Один шар был ярко-зеленого, второй – оранжевого цвета. Объекты начали кружить над полем. Сначала медленно, потом их скорость резко увеличилась. Их сияние было настолько сильным, что Оливия Киттон, стоявшая на небольшом холме, увидела поле со всей отчетливостью. На ее глазах колосья пшеницы начали быстро укладываться на землю. Но прошло не более минуты, и злаки образовали большой круг, диаметр которого составлял примерно 30 метров. А после шары исчезли так же неожиданно, как и появились. Эти сведения для экспертов стали настоящим доказательством внеземного происхождения узоров на полях. Вот этот встречающийся шарик – это как промежуточное звено. Именно из него идет уже окончательная волна. Но он сам формируется сигналом оттуда, на мой взгляд. И именно круг ему нарисовать, вот он находится в центре круга, ему круг нарисовать-то проще, чем какую-то другую, более сложную фигуру. Эксперты не исключают вероятность того, что подобные яркие зрелища могли просто привидеться людям и явились ничем иным, как обманом зрения. Они требовали конкретных доказательств. И получили их. Настоящей сенсацией стала вот эта видеозапись, сделанная на юге Англии в 1990 году. Фотограф Стефан Андерсон решил заснять на камеру местные пейзажи. И неожиданно увидел в объективе странный, неопознанный, летающий, светящийся объект, который быстро двигался над полем. Качество изображения не очень хорошее. Съемка велась с большого расстояния. Исследователи так и не смогли объяснить, что это могло быть. Спустя 9 лет в интернете появился вот этот ролик, который потряс всех скептиков. Эта запись намного лучшего качества. И на ней отчетливо видно, как над рисунком парит светящийся белый шар. Причем люди, которые ходят по полю, не замечают его. Но на пленке он отчетливо виден. Объект медленно движется над пиктограммой и потом резко ускоряется и исчезает в небе. А это видео снято в графстве Уилтшер два года назад. В темном небе появляется светящийся объект. Кажется, что он завис на одном месте. Через пару минут объектов становится два. А через секунду на экране уже четыре неопознанных парящих шара. Можно предположить, что это огни самолета. Но почему этот самолет находится на одном месте? Причем на видео оранжевые шары довольно внушительных размеров. И видно, что это вполне самостоятельные объекты, которые двигаются независимо друг от друга. Так может быть, много лет назад очевидцы действительно видели то же самое. И именно зависающие сферы укладывают колосья в замысловатые узоры. Но если это действительно так, то кто управляет этими объектами? И зачем они оставляют следы? Если человек видит какой-то шар, некую сферу, то возможно за этим маленьким объектом стоит более большой объект, более большой инструмент, который воздействует на это поле мгновенно. И использует для этого даже электромагнитные силы Земли, самой Земли. Очевидцы, они могут увидеть, но не могут зафиксировать это документально, потому что это все происходит очень быстро, мгновенно. Человек не успевает это сделать. Если очевидцев о светящихся шарах можно объяснить, то другой факт не поддается логическим рассуждениям. Люди, которые пролетали над кругами на вертолетах, рассказывают о странном поведении приборов и механизмов машины. По их словам, где-то начиная с высоты в 100 метров, при снижении стрелки контрольно-измерительного оборудования начинали отклоняться от нормы. Самое же непонятное происходило с двигателем. На высоте ниже 60 метров он глох. Пилоту приходилось уходить как можно дальше от злополучного круга на поле, чтобы газотурбинный агрегат вновь заработал и несущий винт начал вращаться посредством механической тяги. Чем можно объяснить этот феномен? Эксперты уверены, изображения на полях имеют собственное магнитное поле. Там у нас были меряющие электростатическое поле, магнитное и прочее. Они исследовали с помощью биологических зондов растительность. То есть они измеряли электрический потенциал растений внутри и вне. Вот они нашли, что очень существенно меняется электрическая проводимость в растении в зависимости, где взято растение. По электропроводности растений была видна структура этой зоны, этого места проявления. Специалисты, которые верят, что рисунки на полях имеют собственный энергетический фон, приводят в доказательство невероятные истории исцеления. Существует немало примеров, когда человек, пробыв несколько часов среди лежащих колосьев, излечивался от рака, туберкулеза, болезни почек и печени. Его здоровье заметно улучшалось. Многие люди просто становились менее раздражительными, чувствовали прилив оптимизма и энергии. Некоторые исследователи считают, что такое благоприятное воздействие пиктограммы имеет за счет своего внеземного происхождения. Но скептики утверждают, что сведения об исцелениях внутри кругов – это миф. Когда люди, которые знают, что здесь есть круг, они бегут для того, чтобы излечиться, подумать, что этот круг божественный, и приобрести для себя некую божественную силу. Но это, конечно, не так действует эффект плацебо, потому что эти круги совершенно не влияют на нашу электромагнитную оболочку. Это электромагнитное излучение самого круга является остаточным и не вредит человечеству. Эксперты приводят еще один сценарий образования таинственных кругов на полях. Ученые утверждают, причина возникновения рисунков – это плазменные вихри. Они несут в себе огромный запас электромагнитной энергии, которая содержится во вращающемся столбе воздуха. Такой электрический заряд зависает высоко над полем, со временем он становится нестабильным, опускается к Земле, а затем буквально рассыпается по окружности. Освободившаяся энергия вызывает статическое электричество. Оно взаимодействует с магнитным полем планеты и в результате укладывает злаки вдоль силовых магнитных линий в соответствии с законами физики. Специалисты считают эту теорию довольно правдоподобной. Но остается вопрос. Такая версия объясняет появление обычных кругов. Но тогда как образуются более сложные формы? Например, пиктограммы в виде треугольников или птиц? Для создания таких творений требуются какие-то иные способы взаимодействия сил природы. Когда есть уже изображение, есть уже творчество какое-то, то это говорить, что это вихри. Да, там какой-то из, по-моему, американских исследователей приехал с аппаратуры и ждал там появления. И тут во время то ли образования он увидел, что суетятся муравьи. И он отнес вот эту работу по укладке растительности за счет движения муравьев. Совершенно это, понимаете, это полный этот нонсенс, потому что, скорее всего, животные засуетились от какого-то наведенного поля или излучения, как вот чувствуют там собаки или лошади. Они уже заранее, мы еще не слышим, не чувствуем, они чувствуют эти воздействия. Так и тут, скорее всего, эти муравьи шевелились именно в ужасе от того, что почувствовали. Как образовываются круги на полях, пытались выяснить и отечественные ученые. Необычные изображения на российских сельхозугодьях тоже не редкость. В ночь на 22 июля 2005 года в городе Тольятти Самарской области появились круги прямо в черте города. 30% гречишного поля было уничтожено рисунком. Еще 10% вытоптали любопытствующие горожане. И все-таки большая часть людей была уверена. Это послание от внеземных цивилизаций. Вокруг поля расположены высотные жилые дома. Из окон накануне появления кругов многие видели свечение над полем и непонятные объекты в воздухе. Появление пиктограммы в Тольятти так и осталось загадкой. Мнения исследователей разделились. Половина отстаивала версию инопланетного происхождения знаков. Некоторые говорили, что причина вздвига геологических плит. Волжский разлом проходит совсем недалеко. Другие специалисты, в том числе и уфологическая комиссия города, однозначно заявили. На Тольяттинском поле пошалила молодежь. Любой колосок, особенно высохший, и по которому кто-то прошел ногами, бревном, доской, любым вибратором, он сломается. То есть в настоящем круге не должно быть сломанных колосков. Они должны быть только изогнуты, а не сломанными. И вот применительно к Тольяттинским кругам, все-таки, вот у меня складывается ощущение, что эти круги были, так сказать, не подделками. Год 2011. 24 мая. Краснодарский край. 30 мая. Ставропольский край. Город Новоалександровск. 11 июля 2012 года. Поле вблизи Челябинска. Вы видите всего лишь три любительских записи. Они сделаны в разных областях нашей страны случайными очевидцами. А это абсолютно безжизненная земля. В ней не осталось ничего живого, даже микроорганизмов. Пробы были взяты на месте появления кругов. Почву словно тщательно простерилизовали. Исследовали зерна на полях, где появляются круги, и обнаружили, что в некоторых случаях подавлялась процесс возревания зерна. В других местах, наоборот, если, например, это кольцо, знак на поле сформировался уже в конце сезона летнего, то растения из зерен, собранных на этих местах, чуть ли не в пять раз быстрее давали всходы и развивались быстрее. Свидения о странных рисунках на сельскохозяйственных угодьях появились еще на страницах советских журналов. Появление необъяснимых объектов фиксируется на территории России с 50-х годов прошлого века. Так же, как и во всем остальном мире. А с середины 80-х колхозные поля СССР захлестнула настоящая эпидемия. Такого количества необычных пиктограмм на пшеничных и гречишных посевах не фиксировалось никогда. Странные явления ученые объяснили высокой солнечной активностью. Я не знаю, как солнце может повлиять, чтобы выжечь оно может поле. По-другому никак оно не может повлиять на колосе, чтобы оно согнулось, заплелось в косичку и легло в форме куба. Эта теория никак не поддается. Никакие червячки, которые снизу воздействуют на корешки, и они ложатся в геометрической фигуре. Это просто абсурд. Какую бы теорию под это ни подводили. Количество кругов зависит от активности солнца. Если это всего лишь солнце, почему рисунки так изменились? До конца 70-х годов простые окружности. С 1986 года начали встречаться изображения с внешними кольцами. А в 90-х россияне могли наблюдать многофигурные пиктограммы. Что за послания несли рисунки? И могли ли их объяснить специалисты? Здесь работает также топонимика. Нам задают появлением круга то место, откуда мы должны взять информацию. То есть вот Краснодарский край, Краснодар. Вот мы смотрим количество букв этих, что в них. И ищем по информационным системам, с чем же пересекается эта информация. Вот потому, что это в Краснодарском крае появляется, нам говорят, что красным дан какой-то дар. Красные – это наши, как бы, привязанные к нам топоним, что ли, или наше определение российское. Они красные. Нас до сих пор на Западе так красными и называют. С тех пор, как в СССР появились первые специалисты по изучению и расшифровке кругов на полях, большая часть сообщений о таинственных знаках была систематизирована. Все круги записаны и описаны. Но расшифровать хотя бы один рисунок так никому и не удалось. Круги видны хорошо только с воздуха, а не с поверхности Земли. Это уже говорит о том, что круги явно не для людей. Во-вторых, почти отсутствующая повторяемость изображений указывает на то, что круги не могут быть никаким там алфавитом, в том числе и небесным. Да, я допускаю, что какая-то информация в них присутствует. Здесь вопрос только для нас ли она. Российские физики иногда объясняют рисунки на полях энергообменом между земной корой и атмосферой. Энергопотоки проходят сквозь почву, оставляя свои печати. Однако странно, что эта энергия не оставляет своих следов по всей поверхности Земли. Неужели кто-то действительно подает землянам сигналы из космоса? Множество свидетелей заявляют, что видели необычные огни и объекты в воздухе до появления кругов. Где-то в 80% случаев, когда образуется круг, и если при моменте его образования находятся свидетели, то в 80% случаев свидетели отмечают расположение рядом каких-то странных шаров или, в общем, того, что мы называем НЛО. Но это далеко не все. Был ли этот круг мистификацией или подлинником, теперь уже не скажет никто. Но местные коммерсанты заработали на сенсации. Гречка якобы именно с этого поля продавалась на рынках города в разы дороже. И удивительную кругу брали за любые деньги. Настоящей страной-рекордсменом по появлению кругов на полях является Великобритания. Причем изображения возникают с невероятной скоростью и частотой. Только за одно лето в Англии нашли 200 необычных рисунков. Но самое невероятное, что 90% посланий образовываются в графстве Уилтшер. А именно в этой местности находятся самые важные древние святыни Великобритании. Мегалитические сооружения, которые появились здесь тысячи лет назад. Это Эйвбери. Одно из самых древних культовых сооружений на планете. Возраст которого примерно 5000 лет. В центре комплекса круг, отгороженный рвом. Его размеры по-настоящему впечатляют. Диаметр сооружения 350 метров. По всему периметру установлены каменные столбы. Всего их около 100. И каждый весит 50 тонн. Внутри большой сферы расположены две меньших, по 108 метров в диаметре. На юге от комплекса начинается аллея, которая соединяется с еще двумя кругами. Археологов поражают размеры Эйвбери. И его точные геометрические пропорции. Это необычное место считается центром верований друидов. И здесь часто встречаются рисунки на полях. Ну, рассмотрим саму Англию. Когда мы пишем слово Англии опять на русском языке, оказывается, что из него можно составить и английское слово «алиен» – пришельцы или инопланетяне. И лингва – язык. Если вместе складываем опять эти понятия, получается инопланетный язык. То есть Англия выбрана в качестве такой записной книжки, на которой эти послания передают в мир. Так же, как и даже в самом слове «календарь» заложено понятие сакральное – именно ожидание камня с неба. Так вот, Стоунхендж – это предупреждение, то есть ожидание даты мы наблюдаем. Эйвбери – это уже памятник тому, что камни падали с неба и упадут еще. А инопланетяне уже через информацию символического характера тоже предупреждают нас о камнях. Этот комплекс вызывает у исследователей огромное количество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Но удивителен и тот факт, что с высоты Стоунхендж и Эйвбери так похожи своими очертаниями на сферы, которые появляются на соседних полях. Так может быть, древние строители взяли за основу именно форму непонятных рисунков? Может быть, они считали, что это послания, которые оставляют нам высшие существа? Эксперты уверены, что друиды строили свои сакральные комплексы в определенных местах, которые обладают особой энергетикой. И как раз районы, где появились круги на полях, люди и посчитали самым удачным местом, чтобы наблюдать за космическими телами. Обсерватории, календарьи, они имеют форму круга. Круг всегда считался символом колеса, символом движения, символом объединения и обобщения. То есть вся эта обсерватория, она говорит о том, что человек ведет счет для некого события, чтобы определить некое событие. Это событие является падением камней на нашу землю, которое раз в пять тысяч, раз в десять тысяч лет случается на нашей земле. Но если древние люди действительно строили огромные комплексы в местах, где чувствовали необычную энергию, то возможно ли, что круги появлялись в местных краях и тысячи лет назад? Интерес к необычным рисункам возник во второй половине 20 века. Именно тогда исследователи начали систематизировать странные изображения. Официально первый круг был зафиксирован в 1972 году в Англии. Свидетелями самопроизвольной укладки колосьев стали Артур Шаттлвуд и Брюс Бонд, охотники за НЛО. С этого момента сферы на полях стали появляться в разных точках земного шара. Тогда ученые решили выяснить возникновение подобных явлений. Интерес к феномену был так велик, что возникла отдельная наука, изучающая подобные круги. Ее назвали циреология. Я думаю, что еще какие-то смыслы мы из них вытянем однозначно из кругов. И раз они появляются, значит, это кому-то нужно. И значит, это нужно и нам. Если моя теория верна, что нам кто-то их с высшего разума передает, значит, они нам пытаются еще донести что-то. Значит, нам надо постараться это понять, что они доносят. 1978 годом. На ней изображено поле во время жатвы. Колосья уложены ровными рядами, точно такими же, как и на многочисленных фотографиях необъяснимых пиктограмм, сделанных в 2000-х годах. Но на старинной гравюре не просто овсяные угодья, а в центре картины находится фигура. Но урожай убирает не фермер, а дьявол. Долгие годы эта миниатюра не вызывала никакого интереса. Сельские жители привыкли объяснять необычные явления на полях сверхъестественными силами. Раньше люди наблюдали эти круги, но была боязнь разоблачения связи с некой неведомой силой, что каралось религиозно. И не было тех людей, которые могли бы расшифровать эти круги. То есть знания человечества были не настолько велики, не настолько обширны, как в наше современное время. Разработки так называемого волнового оружия активно велись в Советском Союзе. Ученым удалось создать дистанционные установки, которые могли на расстоянии 500-600 метров буквально прожечь кожу человека. Но в 90-х годах прошлого века исследования были приостановлены. Катастрофически не хватало средств. По сведениям специалистов, после развала СССР все технологии были проданы английским и американским военным. Установка работала по принципу микроволновой печи. Но нагревательные процессы в ней шли не внутри, а выводились наружу. Известно, что первые секретные эксперименты были проведены под Красноярском. Работающий аппарат вызвал появление на пшеничном поле кругов и других загадочных рисунков. Специалисты объясняют, что при воздействии потоков холодного и теплого воздуха образуются вихри, которые и укладывают колосья ровными рядами. С помощью такого микроволнового излучателя можно спокойно рисовать картины на поле, двигая установку по заданной траектории. Эксперты предположили еще более простой способ создания необычных сфер с помощью своеобразного трафарета, через который и поступают волны. Ну нет у нас еще таких систем, которые... Ну вот там лазерная пушка. Но что такое лазерная пушка? К ней нужен блок питания огромнейший. Чтобы получить такую мощность, нужен огромный блок питания. Мощный лазер, который, тем более если это должен быть не оптического диапазона, а уже ближе к микроволновому, там неодимовый лазер, они требуют очень огромных мощностей для накачки вот этого. Там же сначала накачиваются, потом простреливаются. Но если круги на полях действительно лишь результаты испытания нового оружия, то возникает вопрос, зачем военным тратить время и рисовать на сельхозугодьях картины? Разве не проще направлять микроволны против конкретных целей на полигонах, чтобы определить силу установки, причем делать это в условиях абсолютной секретности? Так или иначе, точного ответа на вопрос, как появляются таинственные пиктограммы, до сих пор не появилось. Хотя уже несколько десятилетий ученые целенаправленно пытаются разгадать эту загадку. Но пока у них это не получается. Спорам, предположениям, версиям и опровержениям нет числа. Но кто же из исследователей все-таки прав? Может быть, через какое-то время нам все-таки удастся выяснить, что означают круги на полях? Продолжение следует...